Глобализация Глобализация – это термин, который описывает процесс объединения многих стран в экономическом, политическом и культурном плане. Глобализация охватывает всё большее число стран, которые открывают свой внутренний рынок для привлечения инвестиций и товаров со всего мира. В сфере финансов глобализация – это движение капитала во всемирном масштабе. То есть сегодня, сидя дома, вы легко можете за рубли купить на Алиэкспрессе товар из Китая или отправить деньги родственнику на другой континент или купить акции японской или австралийской компании. В сфере производства глобализация проявляется в том, что одна компания, например, из США, может иметь десятки своих заводов и филиалов по всему миру. В гуманитарной области глобализация проявляется возможностью получать информацию и знания обо всём на свете из любой страны мира благодаря Интернету. Вот вам пример из учебника. Некий немецкий бизнесмен, у которого в активе имеются акции крупной компании, узнаёт, что в Китае есть дефицит на какой-то товар. В Китае дефицит? Не верю. Ну ладно, допустим. Бизнесмен хочет на этом заработать денег. Не выходя из офиса, он заключает международную сделку. Связывается с банком, например, в Гонконге, и берёт в нём кредит под залог своих акций. Затем бизнесмен заказывает проектирование и разработку нужного товара в Бельгии. Затем обращается в Малайзию, где есть завод, который может произвести нужный товар, и заказывает его производство. Далее бизнесмен берёт в аренду корабль в Греции. Одновременно обращается в США, чтобы заказать рекламному агентству проведение рекламной кампании его фирмы в Китае. Все эти операции бизнесмен мог совершить прямо из своего офиса в Германии. В 2000 году в мире действовало более 60 тысяч транснациональных корпораций. Именно такие компании формируют мировую промышленную глобальную экономику. Для упрощения торговли по всему миру в 1995 году 123 страны учредили Всемирную торговую организацию – ВТО. Сейчас в неё входит около 80% всех стран мира. Однако глобализация создаёт серьёзные проблемы для некоторых стран. Для тех, кто не успевает приспособиться к новым условиям жизни. К примеру, в какой-то стране работал свой местный фастфуд. И всё у ребят было хорошо. А тут пришли Макдональдс, КФС, Старбакс и всё. Люди перестали ходить в местный фастфуд. Вот так вот транснациональные корпорации могут губить местный бизнес. Главная задача государства в условиях глобальной экономики – сделать так, чтобы производимые в стране товары и услуги были конкурентными. Чтобы их покупали и свои граждане внутри страны, и иностранцы за границей. Вот поэтому важно честно соблюдать правила игры – законность, равные права и т.д. А вот с этим часто возникают сложности. Поэтому в одни страны инвесторы несут свои деньги, ничего не боясь. А в другие страны они не хотят вкладывать свои активы. Потому что ну его нафиг. Там власть поменяется, там коррупция, а там президент мёртвой хваткой держится за свою власть уже третий десяток лет. В 2000-е годы экономика США и развитых стран Запада развивалась медленно, т.е. на 2-3% в год. А экономика развивающихся стран росла со скоростью 6-15% в год. В США был высокий уровень потребления, низкий уровень сбережений, но при этом развитый фондовый рынок. А в развивающихся странах, наоборот, был низкий уровень потребления, высокий уровень сбережений, но слабый фондовый рынок. Другими словами, в США было куда вкладывать деньги, но их не хватало. А в развивающихся странах денег было в избытке, но вкладывать их было некуда. Поэтому инвесторы Китая и других стран вкладывали свои деньги в США. Рынок продажи недвижимости в США был одним из самых выгодных. С 1996 года цены на дома постоянно росли. Государство поощряло выдачу ипотечных кредитов. Их стали выдавать всем подряд, даже без должной проверки платёжеспособности клиента. Для привлечения денег с целью выдачи всё большего количества кредитов банки стали изобретать сложные финансовые схематозы. Производные ценные бумаги, которые продавались на фондовом рынке. Чтобы во всём этом лучше разобраться, посмотрите фильм «Игра на понижение». Вот там классно всё объясняется. Степень риска вложений в такие ценные бумаги была многим непонятна. А государство не регулировало их выпуск. Такие бумаги покупали банки и ипотечные компании, выпуская затем свои облигации. И вот в 2007 году пришла большая… жопа. Начались массовые невозвраты кредитов. Банки и компании стали терпеть убытки. Цены на дома резко упали. В сентябре 2008 года началось обвальное падение стоимости ценных бумаг. Из-за отсутствия кредитов остановилась работа не только банков, но и производств. А из-за глобализации кризис, возникший в США, распространился по всему миру. В самых разных цивилизациях всегда были люди с крайне резкими взглядами, радикалы, фанатики, нетерпимые и более спокойные, умеренные. Так вот, фундаментализм – это не просто фанатизм, это воинствующий, агрессивный, злобный фанатизм. Если говорить о человеке-фундаменталисте, то это тот, кто даже отказывается вступать в диалог с людьми других взглядов, кто считает свой образ жизни совершенным и достойным, а чужой – низшим и недостойным. Фундаментализм демонстрирует свою непримиримость, нетерпимость к другим точкам зрения и культурам. Именно фундаментализм породил международный терроризм. Несмотря на глобализацию, есть много людей, которые хотят зацепиться за свои древние корни и идентифицировать себя с какой-то отдельной группой. Таким образом, они хотят избежать чувства незначительности в глобальном мире и ощущать свою значимость, но в меньшей группе. Возьмем, к примеру, некоего самого обычного шотландца. В первую очередь он видит себя патриотом своей местности. Он считает себя шотландцем. Затем уже гражданином Великобритании. Затем европейцем. И только после этого частью человечества. В результате глобализации происходит становление мирового рынка. Но кроме этого, есть отдельные регионы, национальные группы, которые хотят больше самостоятельности, то есть отделения и суверенитета. В Испании уже давно ведутся разговоры об отделении страны Басков и Каталонии. В Шотландии и Уэльсе тоже многие хотят отделения от Великобритании. Если большие государства хотят сохранить целостность, им нужно прислушиваться к пожеланиям регионов и предоставлять им больше прав. Проблема богатства и бедности, процветания и отсталости называлась проблемой север-юг. Подразумевалось, что на севере находятся развитые страны, а на юге – отсталые. В период глобализации эта проблема стала более острой. Например, за несколько километров от процветающего Бангалора в Индии можно увидеть другую Индию, где царят бедность, болезни, голод. Такие контрасты есть повсюду в мире. Куда приведёт это расслоение? Нужно знать историю, чтобы понимать, что ни к чему хорошему. Наступит период, когда бедные не выдержат давления и пойдут отбирать добро у богатых. Так было раньше. Как будет в будущем – неизвестно. Но, вероятно, что так же. Понятие четвёртой промышленно-технологической революции появилось на промышленной выставке в Германии в 2011 году. Там были показаны новые умные заводы, которые работают практически без участия людей. Несколько человек следят на компьютерах за виртуальной копией всего производственного процесса. А основное число занятых – это программисты. Появилось понятие «интернет вещей». Как это проявляется на бытовом уровне? Кофемашина может включаться при звуке будильника. Автомобиль запускает обогрев салона при приближении к нему водителя. Холодильник отправляет заказ в онлайн-магазин при заканчивающихся продуктах. Таким образом, вещи взаимодействуют друг с другом без участия человека. Новые технологии четвёртой промышленно-технологической революции – это технологии дополненной 3D-реальности, 3D-принтеров, сенсорных сетей, облачных вычислений. Четвёртая промышленно-технологическая революция выдвигает новые требования. Новому производству необходимы творческие люди. А вот дисциплинированная и дешёвая рабочая сила теперь оказывается менее востребованной. Потому что её могут заменить роботы. Отсюда и возможные последствия – рост массовой безработицы. А значит и увеличение контрастов между богатыми и бедными. И к чему это может привести? А кто его знает? Друзья, на этом всё. Это был 25-й параграф за 10-й класс. Увидимся в следующих видосах.